приветствую ну что ж настало время об этом поговорить достаточно часто меня спрашивают делаю ли я regrind или выходит разговор на regrind из того что нож там допустим весь расцарапанный и сцарапанный и заказчик спрашивает можно ли убрать царапины на что я отвечаю что ну вот можно вручную посатинировать можно поголтовать но если царапины прямо очень-очень глубокие то тут только regrind поможет так вот данным видео хочу анонсировать тот факт что до теперь в тестовом режиме запускается услуга regrind что это значит в тестовом режиме давайте я вам кое-что покажу вот ножичек у него кастомный клинок из м 398 не буду вдаваться в подробности сразу в начале чтобы не перебивать тему разговора о том как сделан клинок и прочее прочее я пока просто скажу что как видите здесь сделан сатин на спусках как причем с разным направлением рисок да как бы как на прямой части так и вот на этом маленьком треугольничке танта вот я расскажу покажу этот сатин попозже чуть поподробнее про нож расскажу обязательно вот еще один нож у которого тоже сделан сатин опытный взгляд наверно уловил и увидел что вот это машинный сатин и вот это нож который прошел именно regrind я его сделал вот этот нож он не проходил regrind он перешлифовывался вручную то есть не всегда нужно делать regrind и не всегда нужно кидать ну клинок сразу в гриндер но но я понимаю что это востребованная услуга что это нужно делать иногда формате именно ремонта а это в общем то ну специализация мастерской ремонт все таки то да надо осваивать эту услугу было и вот большая часть пути по освоению пройдено у меня давно уже какое-то время есть гриндер это не тот мозг риндер когда очень который очень давно фигурировал нет это другой совершенно агрегат у меня есть приспособление для выведения спусков вот с небольшими своими модификациями так что в целом техническое обеспечение все есть тестовый режим предложение данной услуги означает то что спрашиваете присылайте фото говорите свои пожелания в мессенджеры любые вам удобные я в большинстве случаев буду говорить да это я могу но будут случаи будут гринды когда я скажу сразу что нет вы знаете это я пока не смогу или вот это я еще не умею вот такие случаи ну по-любому обязательно будут в любом случае в первое время еще я сделал дополнительное объявление да в первое время тестовое предложение данной услуги еще означает то что в большинстве случаев идет отказ от материальной ответственности за клинок то есть пока что я не могу сказать что ваш клинок точно не получит какой-то паразитные риски там где-нибудь сейчас я это расскажу я в любом случае буду это устранять и мы в любом случае с вами найдем решение но когда я беру ножи там особого или специфического уровня значимости цены и специфичные всегда говорю что вот здесь от отвертки там например да там винты могут поплыть и там это и вам при ну как нам с вами придется винт ремонтировать я могу сделать то 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 и человек всегда ну знает о чем идет речь и готов к этому то есть то же самое на самом деле будет здесь просто с учетом того что винтик для ножа иногда может быть абсолютно незаменим но все же стоит недорого и переделывать винтик несложно то переделывать клинок сложно поэтому здесь нужно будет быть иногда в некоторых случаях заранее понимаете быть готовым что да там сложный гринд да ну есть риск того что работа пойдет не по плану это и я думаю у любого мастера есть такой риск не знаю все ли мастера об этом открыто предупреждают моя политика что предупреждать надо открыто вот однако давайте посмотрим теперь более подробно вот этот нож и разберем те нюансы расширим которые я проговорил вот этот нож прошел очень глубокую модификацию кастомизацию то есть мало того что здесь была замена клинка здесь делался циррокод давным-давно уже нож у человека в поюзе какое-то время пробыл вот сейчас здесь переделан носевой узел для лучшей механики и в целом нож конечно стал таким очень специфическим я имею ввиду в плане уникальности вот я лично считаю что клинок не вверх совершенства по красоте с точки зрения того что у него есть вейв но один из лучших вариантов вейва да на эндуре то есть в плане того что стандартный вариант эндуры с вейвом выглядит гораздо хуже а тут и вейв как бы есть и клинок вот вот начиная вот отсюда очень даже интересный стремительные хорошенький вот в двух словах о качестве изготовления клинка детенд приходится в спейсер то есть детенд на бэклоке он за счет того что вот это место на клинке упирается в пружину изнутри там где вот как раз наплыв под вот эту втулку здесь этого не происходит вот отсюда до сюда где-то миллиметра полтора и поэтому угол танта проезжает прямо вот в спейсер вот гениально учитывая что это м398 а спейсер из пластика решили оставить как есть пусть будет такой детенд он не разбивается в целом дальше дальше так 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 да самое самое интересное это то что вообще-то еще замок люфтил но просто люфтил замок причем дико сейчас это монолитная эндуро за счет того что была возможность к счастью переподогнать замок и вот это переподгонка замка ну была возможна потому что не убран лишний металл был а наоборот не убран нужно там где было убрать было не убрано собственно был плохо обработан клинок в области захода коромысла и во-первых криво и недостаточно после этой дополнительной обработки в дозированном формате и небольшой модификации коромысла удалось добиться очень хорошего запирания главное ресурсности данного замка то есть он еще какое-то время имеет ресурс для того чтобы уходить чуть глубже если вдруг будут нагрузки или просто долгая-долгая эксплуатация теперь перейдем к непосредственно сатину посмотрите как сделан клинок то есть вот то что вы видите вот эти вот самые грубые риски они настолько рельефные и глубокие попробую поймать вот что до них вручную просто не добраться а для гриндера здесь просто мяса не хватит клинок и не толстый и достаточно узкий и прочее прочее хочу показать что при всей максимальной аккуратности на работы выполнения удалось не прям не заехать каким-то жутким форматом на финиш голомени но при этом не может быть такого чтобы от крупного абразива это 120 поверхность от 120 абразива потому что так захотел заказчик вот не может быть такого чтобы грубый абразив камешки крупные от 120 наждачки не подзалезли хотя бы чуть-чуть и чем больше угол перехода тем меньше это видно вот здесь вот этого практически не видно а вот здесь это видно потому что угол между вот этими поверхностями очень небольшой и тут как не старайся что не делай с промежуточными заклеиваниями скотчем и прочим все равно вывести все риски в разные стороны не получается на чуть более мелкой наждачки на чуть более мелких мелких лентах гриндера приспособление для выведения спусков наверно можно было бы но вручную никто не так плюс здесь не было идеальных плоскостей то есть этот нож делался так что этот клинок сделался так что плоскости здесь не было я выводил все это вручную на наждачке на стекле и сразу вылезли вот здесь вот яма вот здесь яма вот здесь провал здесь сразу все это повылезло при этом м 398 вручную даже 120 наждачкой ну тут можно целых пять рулонов извести все равно металла значимо снять не получится поэтому в итоге сделан был максимум визуально результат полностью достигнут она все как бы хорошо красиво симпатично смотрится хорошо я думаю благодаря стали не будет сильно царапучим заточка выполнена с тем же направлением рисок угол танта вывели максимально вот в такой ну как бы именно угол ну и в итоге нож по механике он вот такой без люфта вот так что ножичек хорош приятный получился теперь это мой нож мне ударил заказчик подписчик и здесь я он был очень сильно засажен клинком он был весь исцарапанный я сверху сделал стоун вошь и достаточно агрессивно перед пересводил посмотрите на поверхность то есть здесь заход абразивом ну скажем так не намного больше или не намного хуже чем здесь даже у река со все достаточно прилично поэтому если вот такой уровень работ нравится симпатичен то милости просим вот это 240 поверхность 240 наждачка на ну на гриндере наверное больше пытаться шлифовать смысла нет хотя можно вплоть до тысячных лент покупайте там полутора тысячных и делать совсем другие финиш и можно но я сторонник того что если это ну там машины с этим он наверно должен быть каким-то вот таким вот видимым направленным вот если нет то проще уже вам вручную пополировать хотя полировка клинка это дело вообще странное вот естественно после регриндов и прочего можно снова делать галтовки black wash и если стать соответствующей марки и так далее и тому подобное в целом вот этот нож например заиграл новыми красками потому что это джент мауса из санома вот он был весьма толстым ножиком прямо скажем стал он где-то 03 035 где-то вот в 03 сведения получилось причем так как я делал под свои пожелания задачи то у меня на кончике сведения больше чем 04 не становится вот поэтому прям получился такой маленький складной скальпель титановый по большому счету я буду еще с клипсы что-то придумывать потому что здесь прям вот клипсы просто пользоваться невозможно абсолютно невозможно вот а так иногда бывают ситуации что да можно использовать гриндер и нужно и можно сделать гринд и действительно уменьшить сведение значимо здесь он в два раза уменьшилась да вот ну а можно там на одну десятую чуть-чуть буквально ушло сведение вот здесь но ушло и до 5 сотых на каждую сторону да так по факту вот но действовали руками теперь зачем здесь в кадре собственно хок потому что очень часто люди хотят перед пересвести хок и да в том числе хок пересвести и какую-нибудь танто заново сделать сделать танто из клинка который не танто и прочее все эти проекты теперь можно реализовывать здесь просто не мог не показать у меня он рядышком был думаю обязательно возьму в кадр покажу все-таки танто в зеркало с черным матовым клинком смотрится ну прям блин очень красиво ну прям очень красиво я прям вот не могу как мне нравится вот это как 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 она все выглядит вот поэтому думаю надо поделиться показать на этом в принципе все ой да видите точно все на этом точно все до новых встреч в интернет эфире до свидания